Такие встречи руководителей медицинских учреждений, населения в муниципалитете проходят уже более полутора лет. Жители могут задать интересующие их вопросы, а также узнать о том, как развивается сфера здравоохранения в Ленинском городском округе. Уже в этом году порядка пяти объектов новых заявлено в новой застройке Ленинского городского округа. Это учреждения здравоохранения, и новый корпус стационара, и поликлинические подразделения, и здания для отделения обслуживания вызовов на дому, и ремонтная работа в амбулаторных поликлинических сетях. Любовь Аркадьевна Сафронова старается не пропускать такие встречи с медиками. Особенно удобно то, что они проводятся в одно и то же время, а последний четверг месяца в 12 часов. Встречи однозначно очень полезны. Хотелось бы, чтобы еще и побольше людей приходило. Во-первых, получить какую-то новую информацию, потому что каждый раз какую-то информацию доводите. Даже те люди, которые присутствуют, они рассказывают о своих каких-то наболевших вопросах, иногда понимают, что да, меня ведь это тоже беспокоит. Заведующая консультативно-диагностическим центром Винновского перинатального центра Инна Скрипкина напомнила жителям, что при острых болях и любых тревожных симптомах женщины могут без записи попасть в день обращения к дежурному врачу учреждения. В главном порядке доступность расписания в течение 10 рабочих дней ко всем практическим исключением к дежурному врачу, если вам нужно попасть в вашу конкретную к дежурному врачу учреждения. Заместитель главного врача Подольского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Московской области Владимир Касьянов рассказал собравшимся, что все водоемы, находящиеся на территории Ленинского городского округа, непригодны для купания, а также сообщил о ситуации с укусами клещей. Пока еще вроде бы у нас энцефалитных клещей как таковых нет, но те заболевания, которые переносятся клещами, тоже достаточно неприятные, как говорилось, это, к сожалению, регистрируется. Также прозвучали вопросы о том, куда обращаться в случаях нашествия грызунов и змей, об этапах прохождения диспансеризации, о трудностях с записью к специалистам. Все обращения, полученные в ходе встречи, были взяты на контроль руководителями лечебных учреждений.